Я, наверное, из тех, кто любит машины. По одной простой причине я их снимаю. Теперь вариант из того, что я люблю, и те кузова, которые мне нравятся. Да, таких машин немного. Я торчу от Фордов Тауруса. Обожаю линкольный Таункар из 1990-го. Мерси С-класса, но только с 600-й и только с 92-го по 98-й. Вольво 860 и после от 97-го до 2000-го. И бумеры, но не все. Семерки серии с 1990-го по 97-й. Пятерки той же модификации, но чуть раньше. И трешки с 87-го по 90-й. Кроме всего, я просто торчу от Волк всех модификаций. Но кроме вот этого. Тени толкая, непонятно. У которого попа была от 3102, а морда, ну, кривая. И, естественно, моя радость за тех киндосов перед дивным кризисом 1984-го года. Вот, собственно говоря, и все. От этого я торчу. Все остальное уважаю. И вот вам 325. Другой серии от ПМВ. Итак, мальчишки и девчонки, а также их родители, любители авто, а также не любители. На зло последнем коллектив автостопа вернулся из краткосрочного отпуска. И рад предоставить вашему вниманию очередное детище баварских автоконструкторов BMW 325 Team. Мы с вами находимся в салоне самолета. Да-да, я не ошибка. Правда, самолетом эта машина не является. Но пропеллер на капоте, а именно такой знак используют бояриши Моторенберка, вполне себе оправдывает. Потому что эта машина родни самолеты. По крайней мере, по набору с городом. Скажем честно, мне, любителю американцев, садиться в этот небольшой с виду автомобиль было немного непривычно. Все-таки это не пятерка и далеко не семерка. Однако, едем мы в машине с кузовом купе. Место здесь очень прилично. BMW 3 серии является заслуженным конкурентом Мерседесом C-класса. При внешне практически одинаковых размерах BMW гораздо быстрее. Она динамичнее. Ну а знаменитая управляемость этого агрегата выше всяких похвал. Это чисто европейское купе. По всем характеристикам. Мощный двигатель, маленькая юркая машина с жестким управлением. Но все-таки есть от нее что-то американское. А именно кузов борта. То есть жесткая крыша и стекла без рамы. Именно такой кузов использовали раньше американцы на своих покорителях дорог. Многолитровых трекстерах. И все-таки спортивное купе это вам не игрушка. Это настоящий агрегат. Почти феррари. Здесь нужно прежде всего умение водить. Ну и некоторая подготовка. То есть я бы не сказал, что сразу всем в этот болид. Вы сможете им правильно управлять. Здесь цепкие тормоза. Очень яркое рулевое управление. Очень острое. И такое впечатление, что сразу после начала движения гидроусилитель рулевого управления отключается. Потому что руль очень жесткий. В прошлой передаче мы катались на Audi A4. Такого же примерно объема с турбонаддувом. Но здесь, конечно, BMW впереди планеты всей. Очень оборотистые, тяговитые движки. Они нравятся, серьезно. Но острота рулевого управления позволяет творить на дороге чудеса. Причем мы уже говорили, что в этих машинах можно ехать со скоростью близкой к 140 км в час, а ощущать себя как будто ехать в 90. Удивительно, как это удобно с ним. Машина идет цепкой, ровно. Подвеска не бренчит. За ней ухаживают эти машины. И соответствующая цена 7000 долларов, я думаю, заставит многих задуматься. Стоит ли брать это железное чудовище, пусть даже снаряженное, в принципе, неплохим движком, но которое нельзя даже сравнить рядышком с этим чудесным творением. Кстати, вот одно из этих чудовищ едет сзади. Сейчас он обломается и жестоко. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для твоих. В принципе, сзади места много, но все-таки комфортно вы будете себя чувствовать, когда вы будете ехать вдвоем с подружкой, а сзади будет сидеть ваш очаровательный малыш. В принципе, эта машина предназначена как для дальних путешествий, так и для ESB по городу. В принципе, и двигатель, и подвеска все к этому располагает. В общем-то, можно сказать, что машина упакована до предела. Здесь есть практически все, ну, разве что нет кондиционера, зато прекрасный люк. А шикарные, здоровенные окна, смотрите, нет боковой стойки, создает в машине атмосферу комфорта, эдакий приятный ветерочек. Автомобиль BMW и марка BMW. Имеет уже богатую российскую историю. Вы вспомните только, сколько кличек у этого автомобиля. Кличек ласковых. BMW, 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 BMW. Я думаю, что это от большой любви. И машина этого заслуживает. Как всегда, автомобиль на тест-драйв нам доставил авторы на Клэл. Мы не будем терроризировать этот замечательный эггаган. И вам, в том числе, дадим возможность понаблюдать, насколько прекрасно и симпатично эта небольшая машина ездит по нашим магнитогорским дорогам. Субтитры подогнал «Симон»